Березовская ГРЭС является одной из крупнейших электростанций Беларуси и обеспечивает теплоснабжение промышленных предприятий и жилищно-коммунального сектора Белоозерска. Со 100 станций входит 7 энергоблоков, и если первый был введен в эксплуатацию в декабре 1961 года, то седьмой, так называемый китайский, в марте 2014. Для повышения эффективности работы оборудования ГРЭС на основе парагазовых технологий в 2003 году был реконструирован блок номер 4, в 2005 – третий блок. Камнем преткновения стал энергоблок номер 5. Его реконструкция должна была завершиться еще в 2010 году. Этот ВОЗ после многократных указаний, выговоров, заведенных уголовных дел сдвинут с места, но не до конца. Почему так получается? Почему договоры с российскими поставщиками оборудования для белорусских энергетиков оказались неподъемными? На эти вопросы глава государства хотел получить ответы, но ответственные чиновники оказались не совсем готовы вразумительно обосновать срывы. Оперировали тем, что на данный момент энергоблок готов, работает и никаких сбоев не предвидится, но уверенности у президента в этом нет. Он остановится, неважно по каким причинам, в течение ближайшего времени, конца, годы, и вообще остановится. Пенеции они не судят. Вы уже мне это ничем не объясните, за это уже вы ответите. Вы только 3-5 дней тому назад, какого-то 25-го раза смогли запустить этот блок, эту турбину. Но я говорю это к чему? Что, слушайте, давайте президента туда не поведем. Как будто вы возврат за руку, президента и поведете, куда вы захотите. Я же пойду туда, куда мне нужно. Другие рассуждали, давайте там что-то запустим, покажем их и так далее. У меня есть специалисты, которые придут, посмотрят, как их запустить, а потом доложат, как вы остановили их. И так было несколько раз. Запустили пошипник, запустили там масло, чего-то с маслом случилось, там еще там трасса какая-то и так далее. Поэтому я вас спрашиваю, вы сегодня все устранили недостатки? На самом деле, это техника. Надо понимать, что... Почему она не работает хотя бы как китайский седьмой блок? Да, действительно, строительство седьмого парогазового энергоблока – пример того, как нужно работать. Генеральным подрядчиком комплексного строительства под ключ выступила китайская машиностроительная инжиниринговая корпорация. В 2011-м возведение объекта было начато и уже 1 ноября 2013-го состоялось первое включение энергоблока. Акт ввода в эксплуатацию был подписан в текущем году, в марте, быстро, качественно, с соблюдением всех договорных обязательств. Березовский проект, реализуемый китайской корпорацией «Первый Беларуси», является важнейшим прорывом на рынках электроэнергии в СНГ. Одно из несомненных преимуществ седьмого энергоблока – использование потенциальных возможностей энергии против расточительства и, таким образом, повышение коэффициента использования энергии. Мы надеемся на долгосрочное сотрудничество с Беларусью. С помощью нашей техники и профессионализма и с помощью нашей теплой души можно с беларусскими специалистами вместе дальше работать. Можно сказать, что Беларусь из всех стран, которые я лично испытывал, я бы сказал, что Беларусь по условиям и природным условиям самые отличные, которые я увидел. И кроме этого, то есть, дружба людей относится к нам, тоже было самое лучшее. Александр Лукашенко неоднократно задавал вопрос, почему китайские партнеры уже сдали объект, а совместные российско-белорусские все-то наоборот. Президент обратил внимание на то, что если бы работы по модернизации энергоблока завершились вовремя, не было бы упущенной выгоды. Здесь же появились лишние затраты на него, в то время как он не дает продукции. А за расточительство следует отвечать, цитата, спрос будет железобетонный за это и никому пощады не будет, подчеркнул президент. Давайте договоримся так, мы тут с ними не разберемся. Я уже предупреждал всех, не знаю, зачем вы тянули. Уголовное дело сегодня же возбудить. Если оно возбуждено активизировать все, то предел. По этому факту кого? Там сейчас надо сажать повыше. Стрелочники мне там не нужны. Поэтому все, кто к этому причастен, всех туда. Если даже он сейчас защищает, неправильно защищает и в рот, и его туда. Министр энергетики Владимир Потупчик доложил главе государства в целом о ситуации по развитию белорусской энергетической системы. По его словам, экономия газа составила чуть более 2 миллиардов кубометров, что эквивалентно экономии в 650 миллионов долларов. По его словам, принятые меры позволяют с 2015 года ежегодно экономить 1 миллиард 130 миллионов кубометров газа, что эквивалентно 260 миллионам долларов. Глава Брестского региона Константин Сумар доложил президенту о реальном положении дел в области за первое полугодие 2014-го. Горку мы закончили, все свои обязательства по госзаказу тоже выполняем. Что у тебя сельское хозяйство по производству и реализации в целом? Значит, мы дали за 6 месяцев, в 7 месяце больший результат будет 120,5% темп роста по валовому производству сельхозпродукции. Вот это один... Реализация. Реализация тоже самое выполняем, тоже у нас реализация 103% получается. Молоко? Молоко, 102,5% темп роста по производству, 103% тоже по реализации. И мы не сбавили абсолютно темпы по экспорту, по продовольствию. Мы сейчас продаем в отдельный вес 27,1% всей республики. То есть мы наращиваем уже, вот мы вышли на первое место даже... Что беспокоило сельское хозяйство? Беспокоило сначала, когда тоже расстало, что у нас может вопрос возникнуть по выраженности сахарной светлой и по пастбищам, по травмам. Сейчас эти дожди максимально поправили, хотя мы те кукурузные поселки, которые уже пожелтели и начали сохнуть, мы начали убирать. Экспорт постепенно растет. За 6 месяцев удалось наторговать на миллиард 200 миллионов долларов. Импорт же, наоборот, уменьшается чуть больше, чем на 10% с начала 2014 года. Правда, ручаться за отдельные предприятия губернатор не берется. Мы в ближайшее время проанализируем эти предприятия, потому что мы из года в год уже, наверное, две пятилетки называем одни и те же предприятия. И вы гарантировали, что потихоньку там сдвиги будут в лучшую сторону. Но опять вы называете. И как итог рабочей поездки встречи с трудовым коллективом Березовской ГРЭС. Среди вопросов повышение зарплат учителям и работникам социальной сферы. Повышение будет. Ответ главы государства однозначен. На вопрос о женском лице безработицы в Березовском регионе Александр Лукашенко тут же дает поручение Юрию Наркевичу, председателю райсполкома, трудоустроить всех безработных женщин уже до конца года. И, конечно же, всех волнующий вопрос о стабилизации ситуации в Украине. Минск, заявила Александр Лукашенко, может стать площадкой для переговоров. Вчера мы дважды разговаривали с Владимиром Путиным. Он не отвергает. Он говорит, пожалуйста, давайте все равно к этому вопросу придется возвращаться. Вчера я разговаривал два раза с Нурстаном Аббищем Назарбаевым. Посвятил его в эту проблему поздно, вчера поздно вечером с Петром Порошенко обсуждали эту проблему. Все они отторгают, все готовы приехать в Минск для обсуждения этого вопроса. Высказались даже за то, чтобы какая-то другая страна, допустим, не Европейский Союз, США. Если они заинтересованы в нормализации ситуации экономической, военной, политической, хорошо, давайте сядем в Минск и поговорим. Мы никого не отвергаем. Это общая позиция трех президентов Евразийского экономического союза. Ждем. Захочет Украина обсуждать эти вопросы? Милости просим, будем их обсуждать. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.